включили ветер но этот ветряк сейчас снимаем на его место поставим вот этот ветрогенератор двухлопастной на основе мотор колеса в первой части снимем показания и как он работает как отбалансирован винт как вообще рулится двухлопастной винт вы увидите а во второй части расскажу о нюансах изготовления этого ветряка ну так вот он потихонечку дает свои 100 ватт тормозим хопа все демонтаж так запустил контроллером отпустил его ветер конечно порывистый пошел порывчик смотрим как разгоняется что-то мне вообще не нравится как он разгоняется как бы расколбаса на таких оборотах нет но начинает но руление конечно происходит очень так вращение немедленно пока не рулит он вроде нормально расколбаса нету но только стоит начать рулению или изменению направления ветра ох как он рулится да вообще не плавно эти вот именно пока нету руление он ох 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 а вот как только руление происходит сразу дисбаланс то есть если он не рулит то все отлично как только начинается руление то есть большие обороты все нормально дисбаланса нет проблема момент руления и причем чем меньше обороты то есть на снижение силы ветра на тем не комфортнее ему рулится вот прям аж вы можете видеть и слышать как колбасит его давайте внизу сейчас посмотрим мощность какую он вообще дает ну в общем вот на том ветерке который вы видели с двумя лопастями он дает вот такую энергию сейчас я вам скажу когда пойдет порывчик то есть я выставил заниженное напряжение то есть как раз сразу как только достигается напряжение на аккумуляторе он начинает забирать энергию контроллер сейчас видите 17 18 20 вольт входящий вот видите маленькие обороты маленькое напряжение и вы слышите как колбасит кровлю давайте дождемся порыва в момент руления вот буковка п до английская это мощность которая идет с ветрячка ну то есть на порывах до 6 метров в секунду 50 ватт это мотор колесо дает но но вибрация то есть выигрывает двух лопастной винт конечно с оборотами быстрее достигает рабочих оборотов быстрее крутится при том же ветре имеет на себе хорошую мощность но руление его конечно ужасное все просто отсоединил провода дальше отпустил два болта временно они без контрагаек но все равно вот так и дальше просто снял голову вместе с мотор колесом пусть рама будет здесь а уже непосредственно лопасти сейчас буду переделывать разбираю я лопасти этим эти две лопасти я сделал из поломанных 3 лопастных там одной лопасти не было поэтому эти две лопасти я отложу может быть когда-нибудь если от балансирует прям с точностью до грамма может быть где-то в каком-то проекте еще использовать и буду но сейчас я все это разбираю махи сделан здесь под 3 лопасти у меня есть римаха также хаб размечен на три лопасти сейчас я вам покажу как я это сделал подробнее на методе крепления лопастей значит смотрите само мотор колесо здесь не за что зацепиться вот эти отверстия 2 это я когда тестировал сюда планку накручивал дальше шуруп ставил вот сюда такую планочку шурупчиками в эти отверстия вкручивался и у меня получалось крутить и делать тесты но здесь за что зацепиться в ободе нет здесь сверлить какие-либо отверстия тоже нельзя потому что потеряется герметичность мотор колеса соответственно нету другого выхода как изготовить вот такую вот планшайбу ее с помощью ну в данном случае я двумя болтами вот так закрепил к ободу можно для подстраховки 34 болта сделать то есть это уже следующий вопрос далее расчерчивается это план шайба сейчас я покажу как это делаю в домашних условиях насверливаются отверстия я сделал отверстия сразу уже с резьбой внутри для удобства закручивания махов дальше смотрите я сделал вот друг напротив друга возможность прикрепить две лопасти но при этом же если задействовать вот это отверстие вот это и вот это то будет три лопасти давайте сейчас покажу как я размечаю вот этот не размеченный для того чтобы здесь просверлить ну в данном случае под 6 лопастей можно сделать я разметил вот под 6 не везде насверлил отверстие чтобы экономить время давайте покажу в программе компас расчертил точные размеры вот этой планшайбы ну в моем случае это 126 миллиметров конечно тут я тоже ошибся нужно было сделать хотя бы 126 4 потому что пришлось план шайбу здесь немного болгар очкой расширять но размером моим не привязывайтесь у каждого свое мотор колесо ну кого ну вот такое я сейчас вам показал как это можно сделать так далее размер в масштабе один к одному на бумаге формата 3 уже далее накладываем выточенную токарем планшайбу совмещая все линии точненько и далее просто прикладываем металлическую линейку ровную главное вот так просто острым циркулем либо пилочкой по металлу оставляем риски так так и вот так все симметрично получается сделать разметку далее уже по образовавшимся линиям до направлением лучей можно установить хабы металлические но покажу вам вот так к примеру да можно установить вот такие махи и отцентровать их и намертво приварить но так как я не люблю в таких местах варить и мне хочется нет нет по возможности что-то подправить соответственно делается дальше разметка а как посмотрите видите здесь вот идет отступ от края планшайбы и отступ внутри но внутреннее отверстие она сделана так вот посмотрите внимательно ведь углубление идет вот здесь в ободе то есть болт который будет вкручиваться вот сюда он попадает вот в эту канавку и ну есть возможность его нормально закрутить не упираясь и не повреждая сам корпус этого мотор колеса поэтому размерность где вам сверлить отверстие вы уже выбирайте сами но как это сделать смотрите когда у вас есть вот такие вот линии да вот они дальше берете к примеру как я делал болт у меня шестерочка я на штанге циркулят подмечаю сантиметр чтобы был было мясо оставалось и просто по существующим уже разметкам лучам делайте вот такие дальше черточки и все в центре на пересечении этих линий точно также делается и внутри потом пятерочкой просверливать для того чтобы м6 резьбу нарезать в этом отверстие все таким образом мы размечаем эту планшайбу и у нас получается вот следующее видите до трех лопастной винт будет не расчетно сразу предупреждаю вас пока это будет сделано из вот таких вот огрызков лопастей тут получается что можно с учетом вот этого вот этого брака и обломанной лопасти сделать винт общим диаметром 72 сантиметра длина лопасти цельная рабочая зона и соответственно ну метр сорок в диаметре винт будет расчетный винт тоже метр сорок и метр пятьдесят два винта сюда идет на это мотор колесом и когда я делал расчет ну попробуем попробуем сформировать винт вот из этих лопастей так сделал три вот таких заготовки под лопасти вес у них 701 707 и 730 вот с этой 730 сейчас буду что-нибудь делать для того чтобы она стала легче все лопасти уравновешены кило 130 грамм каждая уравновешивал просто добавлением гаечек болтиков но по весу уравновешивал статически на весах теперь прикручиваем у меня тут есть метка первая лопаст первая вот точечками так вес сошелся расстояние на кончиках я замерил разбег там чуть больше трех четырех миллиметров но будем ставить и пробовать уже в динамике внедряем назад продеваем проводочки затем затягиваем два болтика пока без контрагайки уже говорил но это временно вот так все дальше провода вниз хвост и вперед видите видите ветерок не сильно да конечно стартер вот этот момент у этих лопастей трех очень большой двухметровый бы стоял на таком ветру вообще вот этот вот пытается на порывчиках прям крутится ему контроллер который стоит сейчас в тормозе конечно не дает раскрутиться но тяга конечно у винта по отношению к мощности генератора в коротком замыкания большая так запускаем все снял с тормоза наблюдаем за набором за набором оборотов ветерочек у нас так себе пошел 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 сейчас важна балансировка прежде всего меня интересует балансировка винта но уже даже сейчас вот я вижу что он даже рулится более комфортно да есть небольшой дисбаланс да есть небольшой дисбаланс вот эти плавненько балансировка тут наверно неверное расстояние на кончиках но этот вопрос тоже можно решить эти хвост немножко колыхается ну давайте посмотрим на мощность использовать конечно этот ветрячок через этот контроллер не вижу смысла во первых мощности они те плюс этот контроллер он не повышающий то есть здесь нужно выставлять на диапазон рабочего напряжения выше чем диапазон напряжение напряжения самого аккумулятора вот эти вот сейчас только идет светрячка 24 вольта то есть если бы шимовский контроллер уже начал забирать потому что он имеет рабочее напряжение равное работе аккумулятора то здесь происходит забор энергии только когда минимальное напряжение будет 30 вольт вот смотрите то есть выше выставляется она чем диапазон напряжение аккумулятора здесь у меня верхний диапазон 28 и 4 соответственно доставить 29 30 вольт вот видите было там 9 ватт только что то есть ветряк час крутится в холостую поэтому сейчас мы подключим вот к этому контроллеру и посмотрим какие будут показания уже на нем такую мощность дает мотор колесо сейчас покажу вам ветерок вот так деревья колышу вот тут на таких порывах были вот эти 100 ватт так вот потихонечку 50 ватт дается подсоединение выполнено напрямую к аккумулятором ну то есть через диодный мост без контроллера без ничего для того чтобы понять вообще ну как он будет работать когда вы возьмете к примеру самый простой шим контроля для ветряка либо напрямую подключите его к аккумулятору а излишки энергии после зарядки вы будете сливать каким-нибудь там балластным регулятором который по верхнему напряжению на аккумуляторах будет переправлять энергию с них там на нагрев какого-нибудь тена то есть тут чистота эксперимента именно для полностью полевых условий без дорогого преобразующего оборудования сегодня прогноз обещает ну до 7 порывы вот так работает ветрячок я думаю Продолжение следует... Ветер сегодня, конечно, такой переменчивый. То потухнет, то погаснет. Ветер у нас уже спал, но я решил провести эксперимент еще и с фотоном. Подключил к нему ветрячок. Но, знаете, я не вижу какой-то прибавки, потому что фотон работает как обычный шим. Поднимает максимум напряжения на вольт на 2 от напряжения аккумулятора. Мощность как бы идет, она правдивая, да. Ну, то есть просто подключение. Может быть, действительно у меня, потому что сам ветряк так сделан, именно что напряжение рабочее очень близко к напряжению аккумуляторов. Винт здесь сейчас 1,40 метра. Соответственно, судя по тому, как он стартует рано, можно сделать даже 1,30 метра, 1,20 метра, как, в общем, на любом китайском ветрячке. Из-за того, что лопасти с ПВХ трубы, они более высокий стартовый момент имеют. Но вот на эти вот, получается, 20 сантиметров в диаметре, да, если уменьшить винт, то прибавится немножечко оборотов. И зарядка на 4 метрах в секунду ветра будет более стабильна. То есть, я думаю, уменьшать до 1,20 метра, 1,30 метра винт здесь еще можно. Без потерь и энергии, и стартового момента. Сверху вот эта тряпочка, это полиэтилен такой, прикрыл поворотный узел, подшипник от влаги. Само колесо проклеил герметиком. То есть, внутрь, по идее, попадать вода не должна. Но это потом, когда сниму, как раз сделаем разборку. На этом видео именно о мотор колесе заканчивается. Дальше будут серии, где будут показаны мощность. Вот. Возможно, выложу два вида лопастей, которые сюда вполне адекватно подходят. Либо в описании, либо в телеграме. Ищите в моем эти файлики для скачивания. Вот в такую погоду, даже такой ветрячок, конечно, в режиме потребления нет мощности. То есть, вы сами видели, там 50 ватт, это даже 30 ватт, это средняя энергия на таком вот ветре. 4-5 метров в секунду. Но для поддержания штанов, у кого зимой вот такие вот ветра дуют, в общем, вполне можно сделать ветрячок из мотор-колеса. Вот так. Все, всем пока. Используйте альтернативу там, где можно, нужно. И выгодно это делать.